Велосипеды, самокаты, инвалиды, у кого есть транспорт, очень часто ездят. Пётр Сироткин – человек активный и очень любит гулять по родному городу. Его ходкую коляску можно заметить в разных уголках Балакова. Мотор – что надо, а вот развернуться бывает негде. Но после того, как два года назад компания «Фосагра» начала дополнительно выделять средства ещё и на благоустройство города, Балакова становится не просто красивее, но и удобнее для жизни. Раньше здесь был просто ужас, а не дорога. Это никакого тротуара. Как в советские времена построили, так оно и было. Сейчас сделали очень хорошо. И свет, и тротуар. Прекрасно. И везде есть съезды. На радость Петру Сироткину его любимая пешеходная зона на набережной 50 лет в ЛКСМ вместе с ещё 10 объектами в этом году попала в программу по установке светильников. Когда «Фосагра» в очередной раз выделила средства на благоустройство города, было решено направить большую часть из 100 миллионов рублей на освещение города. Установку фонарей провели досрочно. Все участки подключены к основной сети и исправно работают. Проблем пока ещё нету не с перегоревшими лампочками, ничего. Просто из-за перебоев напряжения выбивает автомат, который установлен на каждом столбе. Для быстрого решения этой проблемы химики держат связь с подрядчиком, который быстро реагирует на возникшие проблемы и устраняет все неполадки. Горожане тоже следят за качеством работ. Их мнение учитывалось при выборе мест для обустройства тротуаров и установки фонарей. Внимательно относятся и к каждому отзыву сейчас. «Очень много говорят, что деревья заслоняют, надо опиливать. А другие говорят, что нет, ни в коем случае не пилить. Мы эти деревья сажали». Но во время диалога всегда находится компромисс. И жители видят, как меняется город и становится комфортнее. В общей сложности за три минувших года компания «Фосагра» направила на создание комфортной городской среды 370 миллионов рублей. В этом году получилось благоустроить и спортплощадку в Быковом отроге.